Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова анализируем ту ситуацию, которая сложилась на площадках за прошлые торговые часы. Смотрим, каким последствиям, собственно, те события, которые были опубликованы, привели, особенно в динамике тех активов, которые представляют для нас наибольший интерес. Обращаем внимание на ту статистику, которая на повестке этого дня, и, как вы помните, у нас на пятницу как раз выпал важнейший, возможно, отчет по американской экономике. Это годовые данные по ВВП. Разумеется, каждый отчет, который сейчас выходит из США, имеет двойное значение. Это не просто статистика, которая позволяет оценить состояние экономики. Это тот отчет и те данные, которые влияют на вероятность ужесточения монетарной политики. Вот почему сейчас американская валюта остается главным стержневым активом всего рынка Форекс. Именно поведение доллара задает основной тон торгам и, соответственно, влияет на прочие активы, которые присутствуют на рынке. И, несмотря на то, что мы продолжаем анализировать фундаментальные картины, которые складываются по отдельным экономикам, мы все равно каждый раз делаем ремарку о том, что ключевой движущей силой является доллар. Продолжаться это будет, по крайней мере, до конца этого года, до декабрьского заседания, когда американский регулятор в ходе своего заключительного в этом году заседания встречи все-таки пересмотрит основные параметры денежно-кредитной политики и будем надеяться повысить процентную ставку, что нам очень нужно. Поскольку мы очень давно делаем, опять же, ставку на укрепление позиций доллара, и даже несмотря на ту ралли, которая состоялась в последние дни, нам все равно хочется больше, потому что мы знаем, что позиционно, фундаментально, в силу сложившихся, опять же, новостных событий, доллар действительно имеет массу факторов и оснований, чтобы котироваться выше текущих значений против всех валютных активов, которые ему, ну, в плане оппонентов, бросают вызов. Не забывайте также о том, что в понедельник мы еще раз подведем итоги всех событий недели. Может быть, пятидневка оказалась не такой интересной на макроэкономический фон, как недели ранее, но волатильность все равно была, на мой взгляд, достойной, особенно по британскому валютному активу. Я думаю, что, в частности, пара фунт-доллара вообще закрепила за собой статус одного из самых динамичных дуэтов валютных активов. Диапазон хода, несколько фигур в рамках одного торгового дня, и хорошо, что фунт все равно находится под давлением, потому что мы уже давно прогнозируем ему не самое завидное будущее. И, в частности, говоря про котировки, ждем поддержку 1.20. Еще раз напомню, вебинар состоится в понедельник. Это вебинар, который приурочен основным событием этой недели. Еще раз пробежимся по ним, посмотрим, как они влияли на активы. Обратим внимание на те отчеты, которые будут на повестке, соответственно, новой неделе. На следующей у нас Non-Farm Perils, суперкрутой релиз по американскому рынку труда, который способен поднять вероятность ужесточения монетарной политики, я думаю, больше, чем на 5% с текущих 70%. Об этом, разумеется, на следующей неделе мы с вами неоднократно поговорим, потому что именно об этом и нужно говорить, если проводить анализ того, что может произойти с финансовыми активами. Вебинар состоится в 16.30 по московскому времени. Ну а теперь давайте начнем мы с нефти. Клоус вчерашнего дня 51.46, сейчас актив торгуется на уровне 51.58. То есть вчерашняя торговая сессия в целом для нефти стала восстановительной, фьючерсы закрылись также с повышением. И произошло это на фоне появившихся надежд на то, что в Вене 30 ноября нефтедобывающие страны все-таки смогут договориться по изменению планки выработки нефти и, соответственно, найти базис, который будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения. И вчерашняя торговая сессия еще раз напомнила нам, что, пожалуй, для рынка нефти сейчас ключевым новостным драйвером продолжают оставаться комментарии, которые посвящены перспективам потенциального ограничения добычи. Мы понимали, что так оно и будет, у нас еще целый месяц впереди и настроения действительно будут меняться. Ну вот, в рамках вчерашней торговой сессии, здесь стоит отметить комментарий рейтерса со ссылкой на источники, которые знакомы с информацией, поступили данные о том, что страны Персидского залива сообщили России о том, что 30 ноября готовы снизить объемы добычи со текущих пиковых значений на 4%. Ну, какие-то цифры действительно уже первые поступили, эту идею лоббирует Саудовская Аравия. Ничего мы не слышали со стороны Ирана и Ирака. Хотя, если мы вспомним, какие, скажем, комментарии звучали с этих регионов ранее, мы помним то, что и Ирак, и Иран сейчас ищут, ну, любой способ, любую возможность, чтобы избежать необходимости присоединения вот к этим договоренностям, которые могут быть достигнуты 30 ноября. В частности, Ирак активно прям сообщил и заявил всему ближневосточному картелю, объединению стран экспортеров нефти, говорится о том, что их, этот регион, нужно исключить из обязательства по ограничению добычи Иран. Вроде бы, как таких прямых еще заявлений не делал, но мы понимаем, что текущие объемы – это не те целевые по производству, не те целевые уровни, которые были поставлены после снятия станции. И если придерживаться такой логики, я думаю, что два этих региона не будут поддерживать ограничения добычи. А Саудовская Аравия одна, а без них, разумеется, также не пойдет на сокращение добычи, поскольку свято место просто не бывает. Если этот регион, соответственно, сократит производство углеводородов, место, которое высвободится, может быть занято другими игроками. Если даже не рассматривать конкурентов в рамках ОПЕК, есть те же самые Соединенные Штаты Америки, которые, судя по росту количества нефтяных платформ, явно аккумулируют сейчас потенциал очень значительного производства, которое мы сможем наблюдать в будущем. Плавно предлагаю перейти, опять же, к релизу, который сегодня будет интересен для трейдеров, которые торгуют нефтью. Это в 20.00 классика у нас заключительной сессии недели. Бейкер Хьюз – это отчет по количеству нефтяных платформ. На текущий момент их число уже значительное – 443. Мы видим то, что высокие цены на нефть способствуют тому, что количество платформ увеличивается буквально в геометрической прогрессии. Действительно, больше чем вдвое число выросло с начала летнего сезона, и тенденция, скорее всего, продолжит расти. На прошлой неделе мы получили цифры о том, что добыча нефти в рамках США выросла на 40 тысяч баррелей в сутки. Я связываю это в том числе и с тем фактом, что к ежедневной монотонной деятельности по производственным ресурсам присоединяются новые сланцевые производители. Но, на мой взгляд, мы смело можем рассчитывать на то, что добыча будет еще выше. Потому что стоит только, скажем, количеству платформ довести собственную емкость до 500 штук. Мы помним то, что в соответствии с параллелями, которые можно провести, потому что мы знаем, что 500 сланцевых производителей уже действовали в рамках США больше года назад. И тогда они добывали больше, чем сейчас, примерно на 300 тысяч баррелей в сутки. То есть потенциал роста, он действительно есть, и его нужно, конечно же, выбирать из рынка. Поэтому мы полномерно каждый раз, когда анализируем данные по Baker Hughes, понимаем то, что это как раз тот самый релиз, который позволяет надеяться на рост предложения. Нам, как трейдерам, которые не верят в то, что баланс между, опять же, этими понятиями спросовым предложением на мировом рынке энергоисусов будет восстановлен в ближайшее время. Я со скепсисом по-прежнему смотрю на дату 30 ноября, не думаю, что там будут озвучены какие-либо решения. И считаю то, что как раз 30 ноября у нас может начаться очень неплохой медвежий ралли с потенциалом ухода бренда ниже значения 45 долларов за баррель. Сейчас нам нужно, собственно, терпеть тем, кто ставит на коррекцию, но вот сталкивается с спросом периодически на позиции углеводородов, на бренде W. Но общая фундаментальная картина, я думаю, вас уже неоднократно могла убедить и доказать вам то, что потенциал у снижения в нефти куда больше, чем потенциал роста. Наша цель 50 долларов за баррель. Сейчас, напоминаю, котировки 51-58. Если все будет хорошо, то есть по факту получения свидетельства о росте количества платформ, я думаю, что у нас есть основания, чтобы закрыть неделю ниже отметки 51 доллар за баррель. И надеюсь, что поспособствует этому еще росту американской валюты. Мы видим то, что доллар очень активно сейчас восстанавливает свои позиции, уже находится на многонедельных против иенных аях. И текущие котировки 105-31 это еще не предел. Хотя мы с вами выполнили нашу среднесрочную цель. Мы протестировали сопротивление 105, но поскольку ралли так активно продолжается дальше, я думаю, что нам не нужно сворачивать с пути, а напротив можно продолжать присоединяться к нему тем, кто ранее выжидал, чтобы получить больше, может быть, сигналов о покупке доллара. Ну а тем, кто находится в длинных сделках, здесь нужно перетаскивать профитные ориентиры по возможности уже на следующий уровень сопротивления 106 против доллара, то есть 106 йен против американской валюты. Рубль 62.74, я думаю, что вот-вот мы окажемся выше отметки 63, и это связано опять же с текущей ситуацией на рынке энергоресурсов и с потерей прежнего фактора поддержки. В виде налогового периода. Все пока складывается так, как нам нужно, ждем тестирования этого значения. Европейская валюта против доллара сейчас торгуется на уровне 1,09 и 0,1. Думаю, что закрепление ниже отметки 1,09, то есть с потенциалом ухода к нашей цели 1,08, это как раз сценарий сегодняшнего дня и следующей недели, потому что оппозиционно европейская валюта по-прежнему остается под давлением. Да, евро вчера пытался продолжить рост, большую часть торговой сессии котировался даже с повышением, добрался до локального хая, который был гораздо выше уровня 1,09. Но когда были опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и заказам товара длительного пользования из США, стало ясно то, что евро, нужно знать и совесть, соответственно, евро по факту довольно неплохих отчетов позволил доллару снова отбить несколько десятков пунктов, ну и оказался под давлением. Закрытие дня вы сами прекрасно видели на отрицательной территории и снижение, в принципе, можно сказать, продолжается и сейчас. Важных отчетов европейского происхождения не было. Трейдеры позволили доллару остаться лидирующим активом, главной действующей силой. Ну, я думаю, что если бы даже и не позволили, доллар бы сам прекрасно справился с этой задачей. Потому что, судя по тому, что мы видим сейчас, он действительно не хочет уступать лидерские качества и вот этот статус локомотива всего рынка никакому другому валютному инструменту. Сегодня у нас данные по ВВП, годовые данные по ВВП США и из европейских отчетов можно отметить индекс потребительских цен по Германии. В 12.00 он выйдет. Вспомним последний комментарий председателя ЕЦБ Драги. Вспомним последний комментарий члена Совета управляющих Европейского центрального банка Хансена. И вспомним заявление в ходе пресс-конференции главного экономиста, также ЕЦБ Питера Проетта, на которого мы обычно в последнее время ссылаемся, поскольку он действительно оказывает серьезное влияние на рынок, точнее то, что он говорит. И в целом у них комментарии действительно были сделаны как под копирку, то есть базовые показатели по инфляции по-прежнему находятся на очень низких значениях, что и оправдывает текущий, собственно, вектор сверхагрессивной монетарной политики. Я думаю, что сегодня мы можем смело проигнорировать данные по инфляции, даже если отчеты покажут прирост, то вряд ли евро получит поддержку, потому что, как я уже отметил, более серьезным фундаментом будет обладать доллар, годовые данные по ОВП, и спекуляции на тему повышения процентной ставки, они останут решающим для доллара, а вот поведение доллара будет скопировано слабостью, либо силой, уже рисковыми инструментами. Я уверен, что сегодня поддержку как раз получит доллар, и эта поддержка приведет к тому, что пара евро-доллар закрепится ниже отметки 1.09, а уже со следующей недели, когда мы будем спекулировать на новых катализаторах и статистических отчетах, в частности по американскому рынку труда, мы уже будем понимать, что шансов на движение пары евро-доллар в район 1.08 больше, поэтому наша цель и сейчас, и в принципе на следующей неделе, уверен, будет сохранять актуальность. Я думаю, что шансов на восстановление у европейского валютного актива сейчас нет ровным счетом никаких. Фунт против доллара 1.2162. Постепенное снижение, как бы быки не хотели затащить пару повыше, мы видим то, что медведи все равно держат марку, и, разумеется, оказывается сильнее. Фунт корректируется, в частности, хай вчерашнего дня был 1.2271, сейчас мы видим то, что пара практически на 100 пунктов уже просела. В частности, локальный максимум дня британцев был достигнут после выхода данных по ВВП, а по факту отчета 0.5% – это квартальный прирост в третьем квартале, с 0.7%, который был показан во втором квартале. То есть статистика хуже, чем в прошлом периоде, но лучше, чем закладывали в порядке ожидания эксперты рынка. Поскольку данные в целом не разочаровали, то уж точно годовые значения выросли до 2.3 против прошлого 2.1, трейдеры решили, что это еще один сигнал того, что английская экономика прекрасно противостоит всем последствиям выхода из состава ЕС. Но я думаю, что это абсурдное, конечно же, мнение, поскольку никаких последствий-то еще не было, даже Англия еще, собственно говоря, не вышла. Случится это только в марте, когда будет инициирована 50-я статья Лиссабонского договора. Мы помним, об этом говорила Тереза Мэй. Поэтому сейчас мы относимся к статистике как к рядовой статистике и не делаем вывода о том, что выход Англии из ЕС не спровоцировал негативные последствия для экономического роста. Я уверен, что спровоцирует и еще как. Поэтому смена настроения, которую мы видели к концу дня, может быть как раз и связана с адекватной реакцией, последующей реакцией на то, что по-прежнему все плохо. И фонд будет оставаться под давлением, исходя из тех событий, которые мы с вами неоднократно анализировали, исходя из опасений жесткого выхода, исходя из потенциальной потери доступа к единому европейскому рынку, исходя из бешеных темпов потока капитала, катастрофического роста инфляции, что может быть следствием, опять же, замедления потребительской активности. В общем, проблем много. И не стоит о них забывать. Если руки чешутся, хочется на потенциальной коллекции встать в покупку, выкупить все это снижение, миллион раз подумайте. Потому что вы видите, как быстро фунт выбирает все, точнее доллар у британца и указывает ему весьма ненавязчиво, что, дружок, ты должен стоить ниже. 1,20 наша цель, поэтому не забываем о том, что мы непременно до нее доберемся и каждые последующие отчеты мы будем в целом анализировать с точки зрения поддержки для вот этой нашей коллекционной идеи. Я очень большую ставку делаю на сильную статистику из США и на тот рост, который будет продолжен вдоль всего рынка и рост, который, в принципе, покажет американская валюта. Доллар японская иена 105.31, сейчас локальный хайс 105.36, то есть можно сказать, что мы сейчас находимся как раз в максимальных уровнях за много недель. Подтяжка пришла вчера со стороны данных по заявкам на пособие по возработице 258 тысяч против прошлого 261 тысяча. Небольшой прирост, но это ерунда. В целом, тренд восстановительный сохраняется уже 86-ю неделю подряд. Это позитив, который готовит нас к хорошим данным по более сильным отчетам по рынку труда, то есть TDP, Non-Farm Perils, который у нас на следующей неделе. Заказан товар длительного пользования, минус 0.1 с прошлого роста на 0.3, но здесь даже нужно было сделать ставку на отчет без учета транспортных расходов. Это более чистая, более, на мой взгляд, объективная статистика. И здесь как раз позитивная динамика 0.2% прирост против прошлого 0.1%. Если вы сомневаетесь в том, что эта статистика позитивным образом сказалась на поведении доллара, либо ее нельзя расценивать в качестве поддержки для этого валютного актива, я рекомендую вам обратить внимание на то, что происходило с долговым рынком американских вчера. Десятилетки выросли больше, чем на 1%. Это самый, по-моему, значительный рост за много месяцев, и это пиковые значения по доходности, которые мы не наблюдали, по-моему, даже с июня месяца. То есть, рост доходности американских облигаций, он как раз и отражает тот факт, что все больше трейдеров верят в повышение процентной ставки. Это решение у нас состоится в декабре. Ноябрь мы уже с вами закрыли, потому что после ноябрьского заседания не состоится пресс-конференция руководства, поэтому Джанет Килин не сможет ответить на вопросы, которых будет очень много. И их не может не быть, если дело касается таких изменений монетарного курса. Поэтому ждем декабрьского заседания и ждем, что ФРС все-таки пойдет на это долгожданное решение. USD иена, наша следующая цель, 106 йен против американца. Австралийц против доллара 0.7588. Сейчас пара австралийц против американца активно корректируется. Мы видели после того, как вышел отчет по инфляции, который оказался лучше прогноза, пара забралась до локального хая 0.77-0.7. Но я говорил вам, что это пик, это предел. Выше пара не пойдет. И вообще сопротивление 0.77 является железобетоном. Если вы сейчас только задумываетесь, торговать парой или нет, есть еще возможность прокатиться на потенциале коррекции. Можно поставить уже не такой короткий для вас хостоп, это 0.7750. Но если хотите пободаться за более серьезные профитные ориентиры в долгосрочной перспективе, конечно же, может быть, на эту идею понадобится около года. Ну, просадка, к примеру, пары австралийц против доллара до отметки 0.65, то есть больше тысячи пунктов с текущих значений. Эта сделка может быть очень привлекательной и очень доходной. Для тех, кто воспользовался моей рекомендацией, вы уже в хорошем профите. Мы видим то, что пара потеряла уже, получается, примерно 130 пунктов, но наша ближайшая цель это 0.75. Актуальные котировки 0.7575. 75 пунктов у нас остается до нашей цели. USDCAD добрались мы также до нашей цели. Сопротивление 1.34 пало. Сейчас пара торгуется на уровне 1.3382. Локальный хай был 1.3405. Еще раз призываю вас, пора бы, наверное, зафиксировать профит, который удалось получить и подождать, что будет с рынком нефти дальше. Потому что рынок нефти у нас один из определяющих факторов, которым мы объясняем то, что происходит с канадцем. Я думаю, что мы увидим еще просадку по этой валютной паре. И только после того, как у нас будет больше фундаментального потенциала ставить на снижение нефти, мы поговорим о том, чтобы выйти на возможный тестинг пары USDCAD сопротивления 1.35, а может быть, даже еще и выше. Из важных отчетов сегодняшнего дня. Снова резюмирую, данные по инфляции по Германии в 15.00, в 15.30 годовые данные по ВВП США и индекс расходов на личное потребление. В 20.00 отчет от Baker Hughes по количеству нефтяных платформ. Ждем поддержки для доллара и ждем поддержки для нашей идеи, связанной с ослаблением нефти. Кодовое слово на сегодня. Пятница, величина бонуса 15%. Действует он до брифинга понедельника, который состоится в прямом эфире через перископ в 9.30 по московскому времени. Осталось пожелать вам только хорошего завершения недели, прибыльных сделок, прекрасной торговли, удачной, результативной по факту выхода годовых данных по ВВП США. Ну и, конечно же, замечательных выходных. На этом все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...